Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Вчера в 15.30 были опубликованы данные по изменению заказов на товары длительного пользования. Значение совпало с ожиданиями в плюс 0,2%, что не привело к повышению волатильности на рынке евро-доллара. В то же время в 17.00 по платформе были опубликованы данные по незавершенным сделкам на рынке недвижимости США. Данные вышли позитивными, то есть больше 0 значения было, что в данном контексте именно этого индикатора представляет собой негатив для американского доллара. В то же время было пересмотрено значение за прошлый месяц в минус 2,5%, что также указало на ухудшение ситуации в сфере продажи недвижимости в США. Тем не менее, как можем заметить на часовом графике, ослабление доллара не произошло. Можем увидеть лишь рост котировок, непродолжительный рост котировок в том часу на 20 пунктов, после чего продолжилось нисходящее движение по данной паре. Что говорит о давлении продавцов на данном рынке? Стоит заметить, что в последнее время рынок на часовом графике лишился четкой направленности, то есть здесь в основном преобладает боковое движение цены, лишь с изменением уровня и диапазона, в котором двигается цена. Стоит отметить, что сегодня в 15.30 будет опубликованы данные по ВВП Соединенных Штатов. Ожидаемое значение составляет плюс 2,5%, прошлые данные составляют плюс 1,4%. Стоит обратить внимание, что ожидаемый рост составляет более чем 1%. Схожая ситуация была 29 июля этого года, когда завышенные ожидания по росту ВВП США привели к сильному ослаблению американской валюте в результате выхода хоть позитивных, но все-таки намного более слабых данных по росту данного индикатора. Поэтому следует обязательно обратить внимание на выход данной статистики. В целом на рынке, как я сказал, можно наблюдать давление продавцов, что выражено в том, что на негативные данные Соединенных Штатов не происходит рост котировок по данному рынку. Тем самым рекомендуется заключение сделок на продажу ниже уровня поддержки 1,0895 или в случае роста от продажи от сопротивления 1,0964.